Всем доброго, тыхого, мырного дня, обожаю и рада вас, витаты, на своему канале. Тростиночки, хочу вас от всего сердца поздравить с международным женским днём 8 марта. И хочу вам пожелать, конечно же, крепчайшего здоровья, женского крепкого здоровья, женского счастья и самое главное, мирного неба над головой. Но сегодня не повод расслабляться, потому что сегодня среда, а это значит, что сегодня отчётный день в моём бесплатном мотивационном марафоне «Новая версия себя». Поэтому всех своих участниц, кто является участником, приглашаю отчитаться. Что нужно для того, чтобы стать участником марафона? Работать, работать в этом направлении. И для, если вы смотрите это видео впервые, достаточно написать сегодня свои параметры, рост, вес и возраст. И в течение недели придерживаться питания, на котором, собственно, вы находитесь. Я стройнеющий блогер, который на своём канале постройнел на 57 килограммов при помощи интервального голодания. Сейчас у меня это 3 приёма пищи. Завтрак, обед и ужин. Об этом я рассказываю на своём канале. Делюсь меню, на которых я похудела. Это всё можно найти в разделе. Там есть такой плейлист. Бюджетное меню для похудения. Меню для марафона. Вот, пожалуйста, переходите, смотрите, пользуйтесь. А ещё, если вам не хватает мотивации, присоединяйтесь в мою группу Телеграм, которая называется «Волшебный пентель». Ссылочку вы найдёте в закреплённом комментарии. Эта группа бесплатная. Там есть даже бесплатное меню, которое можете попробовать под себя и применить к себе. И попробовать, получится у вас на интервальном голодании улучшать своё здоровье или нет. У всех моих тростиночек получает. Мы с вами все разные, поэтому результаты все разные. Сегодня такое будет, наверное, частично видео, которое называется «Делюсь самым сокровенным». У меня сегодня тоже я покажу. Я каждую среду на своём канале отчитываюсь перед своими зрителями, своими результатами. Кто смотрит видео впервые, мне ещё только 49, ой-ёй-ёй, мне 49, девочки. Мне ещё только 50. Несколько дней назад у меня был юбилей. И сегодня, собственно, вот эти праздники, скажем, этот праздник души и дня рождения, естественно, есть на весах. И об этом я тоже с вами хочу сегодня поговорить. Да, вес у меня вырос, но причины того, от чего вырос вес. Значит, отчитываюсь, я отчитываюсь перед вами. И, естественно, сейчас вам покажу свои результаты. Так, сегодня среда, мой отчётный день. Неделю назад мой вес был 79,300. Так, прошла неделя, мой вес. Вот тебе, пожалуйста, 80, сколько там? 81 кило. Кило 700, девочки. Вот, вот, пожалуйста. Причины вот такого вот отёка. Ну, ничего, я вам обещаю, что на следующую неделю, ну, как минимум 80 будет. Хотя будет даже и больше. Ну, скажу честно, 81, 81, а было после дня рождения прямо было 80, ой, сколько же было? Ну, больше 81. 81 ещё с чем-то, почти 82. Это уже за несколько дней вода потихонечку пошла. Поэтому, девочки, подумайте прежде, чем пить. Ну, а теперь проведу анализ. Так как я нахожусь на удержании, и вес может колебаться туда-сюда, плюс-минус килограмм. Вы это видите во время моего удержания результата по моим весам. Каждую среду я об этом рассказываю. Но это немножечко другой случай. Это алкоголь. Я вам об этом уже говорила на свой юбилей за год. Я вам хочу сказать с полной ответственностью. Это был первый раз, когда я выпила алкоголь. И, естественно, этот плюс на весах, это последствия, да, скажем так. Я особо по этому поводу не переживаю. Если раньше я могла там вот такие вот делать глаза и говорить, вес растёт, шеф, всё пропало, что делать? И вот сегодня будет очень тоже интересная тема. Хочу с вами её немножечко раскрыть. Вот по этому поводу в том числе. Что нужно сделать для того, чтобы вес не рос? Да, нужно, естественно, придерживаться своего режима питания. Что, собственно, я и сделала. Эта вода уйдёт. Я на 100% уверена, что в следующую среду будет уже плюс-минус мой результат, который я, собственно, и держу. Для меня сейчас важно не выйти за отметку 80 килограммов. То есть вот такой мой запас прочности. Сейчас мой вес гуляет 78-80. Для меня это вот, ну, это в приоритете, скажем так. Если всё пройдёт, как я себе надумала, значит, я смогла всё-таки удержать свой результат. Это по этому поводу. Ну, естественно, сегодня праздник, да. Да, естественно, будут, были, скорее всего, возможно, у вас какие-то корпоративы, какие-то встречи с подругами. Возможно, сегодня это будет. И для кого-то это, ну, это очень-очень чувствительно, да, очень и очень страшно. И по этому поводу хотела с вами поговорить. Но сначала хотела поговорить о том, что у кого уже прошли корпоративы, кто уже увидел плюс на весах, бросаются во все крайности. Вот буквально сегодня одна из моих зрительниц, ну, она сказала, я не буду этого делать. Это просто моё предположение, её предположение. Она хотела использовать для того, чтобы слить лишнюю жидкость. А мы с вами понимаем, что застолье, алкоголь, это, конечно же, собирается лишняя жидкость. За сутки, за двое, ну, невозможно наесть там 2-3 килограмма. Это уже, я думаю, всем ясно и понятно. И паниковать по этому поводу абсолютно не надо. И вот моя зрительница дала такое предположение использовать молоко-чай. Что это такое? Я на своём канале тоже имела опыт для того, чтобы слить, скажем так, лишнюю жидкость, которая появляется, либо из-за застолья, либо ещё по каким-то причинам. Я использовала молоко-чай, но не так часто. Не так часто это было, ну, на моём канале, кто со мной давно, те не дадут мне соврать. Это было, ну, максимум раза 3-4 от силы. Я даже вот за это время, я более трёх лет нахожусь на YouTube-канале, веду свой YouTube-канал. Этот опыт имел место быть. И что я вам хочу сказать? Да, это, в принципе, работает неплохо. Что такое молоко-чай? Это берётся литр молока, заваривается к 2 столовые ложки, ну, я рассказываю вам свой рецепт, как я это делала. Я заваривала в литре молока 2 столовые ложки зелёного чая рассыпного, переливала, закипятила, настояла, перелила это всё в полтора литровую бутылку и вот эти пол-литра добавила ещё воды. И вот эту полтора литровую баклажку воды, молока с чаем я пила в течение дня. То есть, никаких больше приёмов пищи, захотела поесть, попила, захотела поесть, попила. По калорийности это получается, ну, где-то порядка 600 калорий. Когда-то это я считала для себя. Что я вам хочу сказать? Да, эффект есть, да, потому что, ну, естественно, дефицит калорий, да, 600 калорий в день, как бы, ну, должен быть результат. Да, водичка уходит, вода стекает, но успешно слитые, скажем так, слитая вода, она возвращалась ко мне через 2-3 дня обратно, а иногда даже было где-то ещё и плюс какие-то друзья вместе с этим весом приходили. Поэтому я для себя полностью, полностью убрала такую роскошь, скажем так, как молока чай. У меня это не работает. Поделитесь вы своими результатами, как это работает у вас и работает ли это у вас. Мне тоже это будет интересно. Ну, уже так как я нахожусь в процессе стройности уже долгое время, хочу ещё тоже такой маленький сделать вам анонс. Я продолжила своё обучение. Сейчас я заканчиваю, у меня несколько месяцев, ещё 2, ну, максимум 3 месяца нужно для того, чтобы закончить курсы диетологии и нутрициологии. И перед вами уже будет фактически сертифицированный нутрициолог. И вот сейчас я более-более всё это узнаю, скажем так, изучаю более глубоко. И я не могу рекомендовать использовать молоко чай по той простой причине, что молоко это скачок инсулина. А вы сами прекрасно понимаете, когда инсулин находится наверху, это оно никак не приведёт к похудению. Поэтому я вот прям с полной ответственностью хочу вас попросить не делать моих ошибок, которые я делала. Во-первых, это не принесёт пользы в здоровье, это принесёт даже вред для здоровья. А во-вторых, не получите результат. Мы с вами стройнеем не с целью того, чтобы получить результат любой ценой. Лучше медленно, но уверенно идти к своим целям. И вы знаете, это будет намного качественнее результат. Этот результат вы и я, мы сможем это удержать по той простой причине, что это будет сделано с умом. Поэтому в качестве молока чая, для того, чтобы слить лишнюю жидкость, чтобы провести разгрузку, я вот категорически, девочки, не хочу, чтобы вы это делали для себя и не повторили, скажем так, моих ошибок. Если очень хочется провести разгрузку, я сторонник того, чтобы делать исключительно белковую разгрузку. Что это такое? Это берётся мясо, мясо, курица, обычно грудка берётся, где-то порядка 400 граммов, заливается это водой, это всё отваривается. Я добавляла в своё время туда, могла добавить лука, морковки, зелени, то есть это такой бульон и курица. И всё это естся в течение дня. Это будет более, скажем так, качественнее, если вы очень хотите сделать такую разгрузку, то это будет более качественно и не нанесёт такой вред организму. Что делаю я в таких случаях? Ну, во-первых, мне после алкоголя, я не знаю, как вам, мне совершенно не хотелось есть. То есть, в априори у меня был, можно так сказать, полуголодный день, потому что чувствовала я себя очень плохо. Просто следующий день, ну, такой, водичка была, вот такое вот всё. Ну, девочки, у меня просто отношения с алкоголем очень такие. Я крайне редко пью, я это не поддерживаю, я не сторонник. Для меня несложно отказаться, скажем так, от алкоголя. Ну, вот так сошлись звёзды, скажем так, мой юбилей. Поэтому в таких случаях у меня, ну, фактически на следующий день у меня он голодный бывает. Если он не бывает, ну, смотря ж, какая доза алкоголя, да. Если не бывает, то в качестве разгрузки я бы советовала, наверное, всё-таки использовать исключение ужина. То есть, вот таким образом снизить калорийность. Понятно, что наше с вами похудение – это дефицит калорий. И, соответственно, это даст свои результаты. Поэтому, ну, вот это такие мои наблюдения. Ваше право брать это на вооружение, не брать это на вооружение, воспользоваться моим опытом. Не воспользоваться – это всё, всё ваше право. Я не имею права, опять-таки повторяюсь, тавтология такая, на чём-то настаивать. Поэтому вот такие мои маленькие наблюдения. Не впадайте в крайности. И ещё я хотела немножечко остановиться на таком моменте, как вот в моей группе «Волшебный пендель» о марафоне, да, который я вам очень рекомендую. Кстати, переходите, подписывайтесь, присоединяйтесь к девчонкам. Да, на моём канале проходит ещё и параллельно марафон, где идёт с моим сопровождением. Но об этом я вам расскажу попозже. Сейчас идёт вторая неделя, результаты вот такие. Следующий понедельник обязательно с вами также поделюсь. И следующий марафон будет стартовать, скорее всего, где-то 20 марта, потому что неделя мне нужна для того, чтобы подготовиться к следующему. Но это всё как бы так, анонс, маленький анонс. И опять-таки, воспользовавшись своим служебным положением, хочу вас пригласить сегодня, каждую среду и каждое воскресенье на моём канале проходят прямые эфиры. Сейчас у нас такой монолог с вами, а по средам и по воскресеньям у меня проходят прямые эфиры, поэтому я вас приглашаю. Потому что я знаю, что на моём канале появились новые зрители, чему я безумно рада, моим новым тростиночкам. Поэтому, девчата, вникайте, если что непонятно, спрашивайте. Я с удовольствием отвечу, подскажу, помогу. Также в группе девчонки тоже помогают, подсказывают, подталкивают. Ну и опять-таки, вы можете воспользоваться в группе телеграм-канала. Есть бесплатное меню, на котором вы можете себя попробовать на интервальном голодании с четырёхразовым. Ну там вы можете сами откорректировать 3-4 приёма пищи. Поэтому, ну как говорится, всё в ваших руках. И ещё вот уже в конце видео не хочу сильно затягивать. Я понимаю, что сегодня у вас праздничное настроение. Поэтому, вы знаете, 8 марта очень так удачно выпало, потому что утром вы сейчас взвеситесь, да, покажете суперрезультат. И потом можно сделать такой маленький косячок. Почему я об этом так говорю с ответственностью? Потому что моё, собственно, похудение, это не 100% скажем так, ПП, да, правильное питание. 80% это правильного питания. И 20% это, естественно, вот такого немножечко трешачка. И в данном случае этот трешачок можно было бы использовать сегодня. Но так как я отметилась уже на свой юбилей, я буду себя вести уже примерной девочкой. Ну это так. А для тех моих зрителей, которые вот в марафоне я иногда захожу, я не часто бываю в группах своих. Я очень благодарна своим модераторам, которые находятся, встречают новых тростиночек. Те, кто общаются между собой, я хочу поблагодарить своих модераторов, девчата. Я вам очень и очень благодарна. И вот был сегодня разговор в группе. Вот праздник, там корпоратив, там у нас, я вот боюсь, есть ли мне те суши, еще какой-то момент, да. Да, девчат, смотрите, вот тоже основываясь на собственном опыте, хочу вам сказать, что ограничения, которые я себе вначале ставила, они приводили к срывам. Вот в течение года у меня вот такие, знаете, были шалта и болта и тудой-сюдой, у меня очень часто были срывы от того, что были вот такие жесткие ограничения. И когда я вот по прошествии года поняла, что такого быть не должно, себе надо позволять, себе нужно позволять всякие отхождения, потому что, ну иначе не будет стройности. Я всю жизнь была в весе большом, то есть я девчонкой выходила замуж в весе 80 килограмм. Собственно, сейчас у меня 50-летний вес, мой тот 20-летней девушки, поэтому я вот тут, я очень рада, что я вернулась к весу своей, скажем так, молодости. Но это будет тоже еще отдельный разговор, потому что сейчас некоторые комментарии идут по этому поводу. Но давайте в отдельно, может быть, завтра об этом поговорим. Так вот, по поводу того, что вот сегодня праздник, да, что делать? Девчонки, празднуйте, хочу вам сказать сразу, празднуйте. Хочется праздника, хочется, ну скажем так, отвести душу, делайте это. Но нужно всегда помнить, что наступает завтра. Обязательно нужно помнить, что завтра продолжается тот режим питания, на котором вы находитесь. Я всегда говорю о том, что важно для себя выбрать то питание, на котором ты готов уже оставаться всю свою оставшуюся жизнь. Я для себя нашла эту такую золотую середину, это интервалка. Меня она полностью устраивает, мне она полностью подходит и очень и очень нравится. Поэтому, если у вас был корпоратив, будет корпоратив, либо какая-то встреча, отмечайте, встречайте. Просто более, скажем так, ответственнее подходите к своей тарелочке. Да, вот сейчас очень многие девчата пишут раньше. Вот я ходила там на праздник, на корпоратив. То я там, то я там, то я там. Сейчас я, то я там, да, чтобы вы понимали. Но это уже все намного меньше. Поэтому, если собрались где-то идти, старайтесь собрать тарелочку, чтобы она была такая белково-клетчаточная. И тот кусочек торта, который проскочит, или сладость какая-то, или какая-то запрещенка, ну, может алкоголь у кого-то, да. Она просто проскочит. Потому что это будет не в тех количествах, как раньше. Это не будет продолжения банкета. То есть на следующий день, то есть завтра, 9 числа, вы встали с гордо поднятой головой, приготовили мой любимый овсяноблин. Если вы также любители овсяноблина, тоже мне об этом напишите. И все, девочки, ну вот не надо изобретать велосипед, не надо себя ограничивать. И какие-то, знаете, такие жесткие рамки. Нужно и с пищевым поведением своим работать. Потому что если это будет недоработано, если это будут постоянно какие-то ограничения, то и это тоже сыграет свою такую злую шутку в стройности. Поэтому знайте, что у вас какое-то событие. Если понимаете, что это не ежедневно, то есть это такая, как я называю, это разовая акция. Сделали, встали и пошли дальше. Стройнеем с умом, стройнеем без диет, без голодовок, и в удовольствие, и в кайп. Все, мои хорошие, я, наверное, вас сегодня заболтала. Хочу вас, воспользовавшись случаем, пригласить на прямой эфир. У нас сегодня будет, ну так, праздничный почти эфир, да. Потому что сейчас, к сожалению, не до веселья такого. Но и тем не менее, мы будем получать хорошие эмоции на вечернем эфире. Я вас приглашаю сегодня в 19.00. Ну и я всегда делаю, стараюсь, по крайней мере, делать оповещения в своем сообществе. Так что тоже смотрите, следите, наблюдайте, когда будет оповещение о времени эфира. Но, по крайней мере, я стараюсь не нарушать это и делать его в 19.00 по Киеву. Поэтому я вас сегодня приглашаю. Особенно новеньких, незамотивированных своих тростиночек тоже приходите. И те, кто уже со мной давно, приходите, потому что, ну, ваша поддержка тут без нее уже никак. Поэтому всех вас сегодня вечером буду ждать. Все, мои хорошие, немножко с вами поговорила, немножко вас так замотивировало, я надеюсь. Я была очень рада с вами пообщаться. Люблю украинцев, я обожаю вам тыхого, мырного дня. И всем людям на земле я обожаю мыру и зла воды. И завжды пометайте. Я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока.